Внимание ребята, если вы находитесь не в России, а в любой другой стране и вам нужен ключ для Windows 11, вы можете купить его на CDK Sales по ссылке в описании. А благодаря вот этому промокоду вы получите скидку 30%. Подробное видео по установке Windows 11 Pro и покупке ключа есть у меня на канале. Ну что ребята, я говорил, что если первый ролик про игры на смартфон наберет 5000 просмотров, то я сделаю вторую часть. И кто-то сейчас может сказать, мол, ну не набрал же. Так вот, это зависит от того, где именно сейчас вы смотрите это видео. На ютубе, да, не набрал, зато на Дзене набрал не 5, а 13 тысяч просмотров. Поэтому сегодня вторая часть. В прошлый раз мы остановились на букве Б, поэтому сегодня начинаем игры по алфавиту на букву С и далее. Наливайте, кто что любит, ставьте свои смартфоны на зарядку, потому что для вас и для вашего смартфона у меня сегодня есть несколько годных игр, в которые стоит поиграть на смартфоне, и это не очередная онлайн дрочень от кучи доната, а нормальные игры. Перед тем, как мы перейдем к основной теме ролика, хочу поблагодарить зрителей, поддерживающих канал на Бусти. Всем, кто подписан и всем, кто отправляет донаты в личных сообщениях, спасибо вам. Отдельное спасибо зрителям с никами Токарькот, Батлборг, Ликвин, Павел Агенков, Андрей. Именно благодаря всей вашей поддержке я могу продолжать вести свой канал, несмотря на полное отсутствие монетизации на русском ютубе уже на протяжении более двух лет. Аноним? Да, я слышал новости про проблемы с аккаунтами на Xbox, но насчет этого я готовлю отдельный ролик, поэтому сейчас не буду распыляться по мелочам, я лучше просто сделаю полноценный ролик со всеми возможными, так сказать, моментами этой темы. Спасибо за домат. А теперь переходим к теме. Итак, начну с культовой игры моего детства, Carmageddon. Это игра, портированная с ПК на Android, и представляет она из себя безбашенные гонки по городу, где вам приходится сбивать своих соперников, а также людей и даже коров. Игра просто веселая, несмотря на описание. Все, кто когда-то играл в нее на ПК, понимают, что никакого негатива там нет. Кто пропустил, вот на смартфоне самое то попробовать сейчас. Еще одна игра снова по автотематике, только теперь нужно не разбивать машину, а чинить машины клиентов. Это, конечно же, Car Mechanic Simulator 2016. Вполне нормальный порт одноименной игры из ПК. Я, как человек, который любит не только ездить на машинах, но и разбираться с их проблемами, могу рекомендовать эту игру всем, кто так же, как и я, интересуется техникой. Поможет интересно провести время и немного лучше разбираться с основными агрегатами автомобилей, если вы как бы в них ничего не понимаете. Castle of Illusion. Это отличный трехмерный платформер от Disney, портированный из больших консолей. Игра про главного маскота Disney, Микки Мауса. По геймплею игра напоминает Mario 64 или там Mario Odyssey какой-нибудь, но имеет свой стиль, известный игрокам еще с двумерных версий, с игровых приставок Sega Mega Drive и Super Nintendo. Красивая графика, интересный геймплей, очень качественная игра. Я рекомендую ознакомиться, даже если сам Микки Маус не вызывает вас никакого желания играть в игру про него. Потому что игра тут в принципе сама по себе интересна, а не тем, что в ней есть Микки Маус. Вышла она на кучу разных игровых платформ, в том числе на Android и iOS. Castlevania Symphony of the Night. Игра 1997 года, разработанная изначально для приставки Sony PlayStation, и в дальнейшем была перевыпущена на множество других игровых платформ, в том числе на PSP, Xbox 360 и на смартфоны. Всем любителям так называемой Metroidvania рекомендую поиграть, особенно тем, кто не проходил эту отличную игру на первый PlayStation. Ну и всем, кто вообще любит серию Castlevania, которая тоже идет еще аж с приставок Nintendo Entertainment Systems. И еще одна игра, в названии которой тоже присутствует слово замок. Это Castle Storm. Игра, выпущенная на консоли восьмого поколения и портированная на Android. Это игра в жанре Tower Defense, с весьма неплохой физикой разрушений и веселым геймплеем. Любителям жанра рекомендую ознакомиться. The Cave – это игра двумерного платформера, но с трехмерной графикой. Вышла на многие платформы в 2013 году, в том числе и на мобильные тоже. Изучайте разнообразные пещеры и тоннели с помощью нескольких разных персонажей, у которых свои уникальные способности и истории. Интересная игра, получила множество положительных отзывов от критиков и игроков, так что любителям 2D-платформеров рекомендую. И конечно же, известный с нашего детства платформер Chippendale. Я не знаю, нуждается ли вообще эта игра в представлении. Это прямой порт с Nintendo, у нас известный как Dendy. Я думаю, что наверное все вы, зрители моего канала, играли когда-то в эту игру. А кто не играл, как раз можете попробовать на своем смартфоне. Цивилизация 6. Ну это просто мега игра с ПК и других платформ, которая портирована на Android и iOS. Стратегия, в которой вам предстоит рулить своей цивилизацией, вести ее к процветанию и развитию. Но имейте в виду, что эта игра работает только на смартфонах с хорошим производительным графическим ядром. Но про это я говорил вам еще в ролике про мобильный гейминг, где разбирал железо смартфонов и от чего стоит вообще отталкиваться при выборе смартфона, если собираетесь на нем играть. Cogs. Игра 2009 года выпущена на ПК и консоли и портирована на смартфоны. Это головоломка с интересным геймплеем и красивой графикой. Вам предстоит напрячь мозги и разгадать все механизмы с кучей разных передвижных платформ и шестеренок. Всем любителям пользоваться мозгами во время игры крайне рекомендуется к ознакомлению. Мне она напомнила игру на ПК, которая называлась «Заработала». Или еще, например, игра была, помню, на кнопочные телефоны, еще на джаве, которая называлась «Механизмом». Вот это игра из той же оперы, так сказать. Colin McRae Rally. Самая первая часть знаменитой франшизы, которая выпускалась еще для первой PlayStation и ПК. Теперь доступна и на вашем смартфоне. Ну, как теперь, уже несколько лет. Я, как любитель ралли, еще со времен PS1, в том числе и люблю погонять по грунтовым дорогам на повышенных скоростях и в жизни. Рекомендую эту игру вам, особенно если у вас никогда не было PS1 в свое время. Comic Zone. Великолепная аркада с приставки Sega Mega Drive, которая была портирована и на Nintendo Switch, и на Windows, и на PS3, и на Xbox 360. Вот и у владельцев смартфонов есть возможность в нее поиграть. Как через эмулятор Sega, так и через порт, сделанный энтузиастами для Android. Метроид. Одна из самых крутых игр моего детства, которая мне очень врезалась в память, в которую я до сих пор люблю играть, несмотря на то, что прошел я ее еще в детстве, лета так 25 назад. И, в принципе, я знаю ее всю наизусть, но, тем не менее, игра классная и заставляет все чаще и чаще к себе возвращаться. The Conduit HD. Игра изначально выпущена для Nintendo Wii и портирована на Android в HD версии. Это шутер от первого лица в жанре научной фантастики, вдохновленный Metroid Prime 3. И это, в принципе, сразу видно. То есть, это видно как по геймплею, так и по общей стилистике. Поэтому, просто если любите метроиды, которые именно в трехмерном пространстве выходили, да и вообще любите шутеры, то Conduit HD стоит попробовать на Android смартфоне. Company of Heroes. Стратегия про Вторую мировую войну, принесшая популярность серии на ПК, впоследствии была портирована на Nintendo Switch, iOS и Android. Весьма атмосферная игра про времена высадки армии США в Нормандии. В отличие от второй говночасти, здесь СССР нет и никто не омрачит вам прохождение всяким набрасыванием дерьма на вентилятор истории с заградотрядами и прочей чушью, как было во второй части. Первую рекомендую к прохождению, а вторую не трогать даже длинной палкой. Contra Evolution. Игра от Konami, по сути, представляет из себя некий ремейк первой игры на Dendy, с более современной графикой и выпущенной непосредственно на мобильные платформы. Единственное, так как эта игра сразу разрабатывалась под мобилки, может быть надоедливая реклама и прочая чушь, поэтому лучше сразу поискать модифицированную версию, где всего этого уже нет. Я хотел сначала вставить сюда обычную Contra of Dendy, но решил, что лучше играть именно в Evolution, просто глазам приятнее. А если вы обладаете смартфоном с очень производительным железом, хотя бы Snapdragon 865, которые способны эмулировать Nintendo Switch, то лучше сразу просто играйте в Contra Operation Galuga. Это вот прям недавно вышедшая новая Contra, по сути тоже самое, но без мобильных этих костылей. И вообще игра выглядит как хорошо переработанная идея самой первой Contra. Лично мне она очень зашла. Counter Spy. Игра в жанре стелс-экшн-платформер, выпущенная на PS3, PS4 и PS Vita. Теперь портирована на Android и iOS. Игра имеет дух шпионских фильмов, где вам предстоит собирать разные секретные документы, планы и прочее, за счет чего вам будут открываться новые виды оружия, вы сможете за счет этого пополнять боекомплект и так далее. Любителям двумерных Splinter Cell с телефонов 2000-х рекомендую ознакомиться. Crazy Taxi. Игра изначально выпущена для Sega Dreamcast и портирована в дальнейшем на кучу разных платформ, в том числе порт добрался и до мобильных систем. Отвязная гонялова по городу, где вы в роли таксиста должны доехать до нужного места за отведенное время, поэтому далеко не всегда вам получится соблюдать ПДД. Crimson Land. Это офигенный шутер с видом сверху, вышедший на ПК и был одной из моих любимых игр в юношестве вообще, которая была установлена на школьных компьютерах. Я постоянно залипал на каждой перемене, ходил туда и играл. Отличная игра, в которой вам предстоит уничтожать полчища всяких насекомых и прочих тварей, которые нападают на вас со всех сторон. Порт на смартфоны ничуть не утратил свой драйв, если пропустили в свое время, рекомендую ознакомиться. Cuphead. Неофициальный порт на Android, великолепная игра с хорошей графикой и стилистикой и весьма сложным геймплеем, который оборвет вам не один дециметр нервов. Если играли в эту игру на ПК или консолях, то вот у вас есть шанс поиграть в нее еще и на смартфоне. Dangerous Dave. In The Haunted Mansion. Порт популярнейшей игры времен DOS от компании id Software. Это та небезызвестная компания, которая в дальнейшем сделала такие хиты, как Doom, Quake и так далее. В общем, эта игра была, по сути, первой пробой пера Джона Кармака и Джона Ромеро. В этой игре вам предстоит отстреливать толпы призраков в особняке. Точнее, если быть это уже вторая часть, была еще просто игра Dangerous Dave, но она не очень интересная. Она тоже есть на Android, мне она не нравится. Вот именно In The Haunted Mansion гораздо интереснее. В нашем детстве многие называли эти игры просто чуваком с дробовиком. Dead Cells. Рогаликоподобная игра в стиле Pixel Art, выпущенная в 2017 году на PS4, Xbox One, Switch, Android и iOS. Процедурно генерируемые уровни подземелья, в которые вам предстоит побеждать врагов и заниматься сбором разных интересных ценных предметов. Игра очень стильно выглядит, весьма бодро играется, но местами достаточно сложная и может заставить вас попотеть или даже швырнуть смартфон куда-нибудь подальше. Death Road to Canada. Игра 2016 года, выпущенная на все игровые платформы, в том числе мобильные. Чем-то схожа с Crimson Land, который сегодня я уже упоминал в ролике. Только игра в стиле Pixel Art и в ней вам нужно уничтожать полчища зомби, а не насекомых. Ваша задача провести выживших из США в Канаду. Devolution X. По сути это полный порт первого Диабло на Android. Великолепный дух мрачных подземельей с кучей вурдалаков, для борьбы с которыми вам предстоит использовать не только оружие и доспехи, но и различные эликсиры и прочие прибамбасы. Я проходил эту игру еще во времена первой PlayStation и она оставила настолько глубокие впечатления у меня как бы в душе и в памяти, что даже спустя 25 лет после ее прохождения, я помню ее как вчера. Поэтому если вы не играли и не проходили именно первую Диабло, это прям великолепнейшая игра, вот у вас есть возможность поиграть в порт на Android, который полностью такой же как в те времена. Это вам не цветастенькая радужная Диабло Иммортал, это настоящий мрачный хоррор RPG с охрененной атмосферой, музыкой и захватывающим геймплеем. От одной только музыки в самом начале уже мурашки по коже. Даже вот сейчас, когда я это записываю, снова вспоминаю эту музыку, у меня прям даже сейчас опять мурашки. Игра просто охренительная. Ну и конечно же порты величайших игр Doom, Doom 2 и Doom 3. Игры в жанре шутера от первого лица, где вам предстоит уничтожать толпы демонических тварей, а в случае с третьей частью еще и при этом не наделать штаны. Так как третья часть до сих пор может напугать и не только скримерами типа выпрыгивающих из темноты тварей, но и просто какими-то шорохами и звуками в полной тишине. Шедевры в своем жанре, которые даже спустя десятилетия играются в великолепе. Door Kickers. Игра в жанре тактического экшена с видом сверху, очень сильно напоминающая Police Stories, которая мне нравится и которую я знал до того, как познакомился с Door Kickers. Точнее скорее наоборот, это Police Stories взяла идею этой игры, потому что вышла оказывается после. Door Kickers вышла в 2014 году на ПК и в дальнейшем портирована на Switch и смартфоны. Вам предстоит играть за спецназовцев и пытаться безопасно для себя и мирных людей нейтрализовать преступников в зданиях. Для этого вам нужно готовить команду, снаряжать их и отдавать им указания во время проведения операции. Вести себя нужно осторожно, открывать двери, проверять углы и так далее. Отличная игра, люблю игры такого жанра. Double Dragon Trilogy. Порт знаменитой трилогии игр про братьев драконов в жанре Наваляй им всем. Если вы играли в эти игры на Dendy или Sega, то знаете, что здесь вас ждет. Но только в отличии от этих платформ, при портировании на мобилы сделали более интересную графику, как по мне во всяком случае. Потому что судя по всему, это порты именно аркадных версий. Я могу ошибаться, либо это какая-то квинтэссенция между аркадными и консольными версиями. Крайне рекомендую поиграть. Dragon Quest это порты игр с консолей. Для любителей жанра можно вот поиграть, попробовать в это на смартфонах. Игры нетребовательны, но весьма красочные. Для тех, кто любит японские игры, думаю точно зайдет. Это, сразу скажу, жанр немой, но думаю любителей таких много. Особенно тех, кто любил Зельды всякие, там на Super Nintendo или там на обычной NES. Вот попробуйте. DuckTales Remastered. Офигеннейший ремастер утиных историй времен Dendy, в который лично я залипал все детство, но так до конца и не смог пройти. Вот на смартфонах есть возможность попробовать пройти эту игру, но уже с отлично перерисованной современной графикой и возможностью сохраняться. Однозначно рекомендую. Ну и как же мы можем пройти в разделе игр на букву D мимо Duke Nukem 3D? Еще один культовый шутер от первого лица, провислищика Дюка, отстреливающего толпы всякой нечисти. И для этого у него в арсенале есть горы разнообразного оружия. Начиная от своей собственной ноги, которую он может прописать в табло, при этом продолжая спокойно бегать, словно это третья нога, и заканчивая гранатометом. И закончим сегодня великолепной стратегией в реальном времени, конечно же это Dune 2. Лично я предпочитаю именно версию Sega Mega Drive, которая называется Dune the Battle for Arrakis. Но официально порта этой игры нет, поэтому либо ставить неофициальные порты, которые тоже есть, либо играть через эмулятор Sega. И в том и в том случае будет отлично. Ну либо играть в официальный порт Dune 2 с DOS, который выходил на Android. На мой взгляд, именно DOS-овская версия выглядит и играется похуже, чем Sega-овская. Тут уж выбор за вами. В любом из вариантов, это просто топовейшая стратежка, которая лично мне никогда не надоедает. И у меня на смартфоне всегда она есть. Также она есть у меня и на PS Vita, и на PSP, и на Xbox Series S, так как я действительно люблю эту игру и регулярно в нее играю. Поэтому я хочу иметь ее под рукой всегда и везде. Я думаю на сегодня достаточно. Вы бы нашли время, чтобы хотя бы в это сначала поиграть, потом уже будем продолжать. Но опять же, вы понимаете, думаю, что возгласы о том, что мол на смартфонах не во что поиграть, уже не имеют под собой никакого основания. Просто нужно уметь правильно смотреть на игры и правильно их выбирать. А не просто заходить в Play Market в раздел бесплатный и скачивать всякую донатную шляпу оттуда. В первом выпуске я показал вам немало годных игр, так что если вы пропустили первый выпуск, рекомендую с ним тоже ознакомиться. Народ положительно отозвался в комментариях к тому ролику. Посмотрим, что скажут в этот раз. Ну и давайте снова. Если этот выпуск наберет 5000 просмотров, то я продолжу. Ведь у меня для вас и ваших смартфонов есть еще очень-очень много годных игр. Напоминаю, что мы идем по алфавиту и сейчас мы закончили только на букве D. Так что все зависит только от вас, продолжать мне эту рубрику или нет. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал донатами и платной подпиской на Boosty. Благодаря всей вашей поддержке я имею возможность продолжать вести этот канал уже более двух лет в полном отсутствии монетизации на русскоязычных каналах на ютубе. Спасибо всем еще раз. Напоминаю, что если у вас есть ко мне какие-либо вопросы, то можете задавать их мне либо в личке на Boosty, либо в нашем закрытом дискорд сервере, куда получают доступ все подписчики Boosty, начиная со второго уровня подписки за 99 рублей в месяц. Все полезные ссылки в описании, заглядывайте и до новых игр.